Добрый день! Ее манеры были самыми красивыми, которые когда-либо можно было увидеть на экране или в жизни. Правильные, безукоризненные герои, публики быстро приедаются. Одрих и Бёрн, несмотря на свою правильность, до сих пор не приелась никому. Было в ней что-то такое, что будоражило, притягивало, таило за этой безупречной внешностью и безукоризненными манерами. Одрих и Бёрн олицетворяет собой целую эпоху кино. Эпоху расцвета Голливуда. За свою 40-летнюю кинокарьеру актриса снялась сравнительно в небольшом количестве фильмов. Но ее популярность уникальна. Критики называли ее последней романтической актрисой 20-го столетия. Не ищите. Не ищите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одрих и Бёрн. Одрих и Бёрн принадлежала к старинному аристократическому роду по материнской линии. Прежде чем начать играть в бродвейских мюзиклах и сниматься в кино, Одрих и Бёрн серьезно занималась классическим балетом. И это всегда было заметно по ее удивительной пластике. Настоящей звездой мирового кинематографа ее сделала роль принцессы в фильме Уильяма Уайлера «Римские каникулы». Мне пора уезжать. Аня. Я хочу тебе кое-что сказать. Пожалуйста, не надо. Не говорите ничего. Мне нужна была девушка без американского акцента, вспоминал Уайлер. Такая, которая не вызывала бы никаких сомнений в том, что она получила воспитание настоящей принцессы. В сентябре 51-го года на студии Пайнвуд в пригороде Лондона состоялись кинопробы с участием Одриха Бёрн. В том времени Одри успела сняться в семи картинах. Когда ею заинтересовались боссы компании «Парамаунт», Одри готовилась к исполнению главной роли Жижи в одноименной пьесе на Бродвее. На Уайлера Одри произвела благоприятное впечатление. Она показалась мне очень живой, умной, талантливой и амбициозной. Пробы прошли успешно. Режиссер пришел в восторг. В ней было все, что я искал. Очарование, невинность и талант. Она была обворожительна. В Нью-Йорке с ним полностью согласились. Правда, студия потребовала, чтобы юная актриса сменила фамилию, не желая, чтобы ее путали со знаменитой Кэтрин Хэббёрн. Но Одри отказалась, хотя это могло стоить ей карьеры в кино. Роль американского журналиста Джо Брэдли согласился сыграть 35-летний Грегори Пэк. В конце 40-х, в начале 50-х годов, Пэк входил в список 10 самых кассовых актеров американского кинематографа. Он был образцом настоящего мужчины. Высокий, красивый, уверенный в себе и вместе с тем чуткий, нежный и заботливый. Присущий ему юмор и интеллигентность придавали особую мягкость его игре. А я провела здесь ночь... одна? Если не считать меня, то одна. Значит, я провела здесь ночь с вами? Это не совсем уместная формулировка, но... В каком-то смысле... да. Рада познакомиться. Я рад познакомиться. А вы? Брэдли. Джо Брэдли. Очень приятно. Вы должны представлять, как мне приятно. После съемок «Римских каникул» Грегори Пэк сказал продюсеру, что Одриха Бёрн вполне может претендовать на премию «Оскар». Поэтому он не станет возражать, если главной звездой фильма будет она, и ее имя первым будет указано в титрах. Продюсер последовал совету, и, как оказалось, не зря. Картина вышла на экраны в 1953 году. Юная Одри покорила зрителей лиризмом, детской непосредственностью, чистотой и жизнерадостностью. Обложка «Таймс» с портретом Одри появилась 7 сентября 1953 года и вызвала настоящую сенсацию. За блеском фальшивых камней сияние бриллианта гласила надпись на обложке. Американская киноакадемия наградила Одриха Бёрн Оскаром за лучшую женскую роль. Актриса получила также премию иностранной прессы и множество других наград. Критики хвалили Одри за ее изящество и очарование. Директор киностудии «Парамаун» предсказывал, если мисс Хэббёрн получит подходящую роль, она станет величайшей актрисой в истории кино. Кинокомпания «Парамаун», посмотрев черновой вариант фильма «Римские каникулы», сразу же решила выпустить еще один фильм с участием Одри Хэббёрн. Так появилась экранизация бродвейской комедии «Сабрина», поставленная известным кинорежиссером Билли Уайлдером. Лайна Слэрви Эсквайер везет меня в Париж. Сабрина, я не собирался везти тебя в Париж. Я хотел отослать тебя. Одну? Да, совсем одну. Но там ведь и твой билет. Каюта будет пустой. Ты хотел встретить меня в Париже? Боюсь, что нет. Кажется, я поняла. Мне жаль. Но почему? Почему ты так поступил, Лайонс? Финансы, расширение производства, свадьбы, слияние предприятий, новая вывеска на небоскребе Лэрви. Ты могла помешать. Из-за Дэвида? Именно. Простой сюжет не помешал фильму сделать невероятные кассовые сборы. А благодаря опыту, умению кинорежиссера и присутствию популярных актеров, фильм вместил в себя столько обаяния, прекрасного вкуса, что по своей значимости стал выше любой рядовой ленты. Во время съемок Одри настолько вошла в роль, что действительно влюбилась в своего партнера Уильяма Холдена. Но он был женат. К тому же не мог иметь детей. Последнее обстоятельство оказалось решающим. Одри рассталась с Холденом. Поцелуй меня, Дэвид. С радостью, Сабрина. Еще раз. Уже лучше. Что с тобой, милая? Ты беспокоишься о чем-то? Лично я нет. В семье разразится страшный скандал, но что с тобой? Дэвид, кажется, я не поеду уже не с Лайусом. Я не хочу больше выходить вместе с ним. Почему? Я хочу быть с тобой. В феврале 1954 года Одри Хиберн вновь номинировали на Оскар за роль в фильме «Сабрина». Но награду получила Грейс Келли. А летом актриса отправляется на лечение в Швейцарии. Съемки и постоянные репетиции в театре подорвали и без того ее хрупкое здоровье. Актриса по состоянию здоровья отказывается от целого ряда выгодных предложений, в том числе и от работы с Альфредом Хичкоком. Однако, когда в 1955 году кинокомпания «Парамоунт» приступила к созданию нашумевшего впоследствии двухсерийного фильма «Война и мир», она с радостью соглашается сыграть Наташу Ростову. Постановку взял на себя Кинг Видер, один из ветеранов американского кинематографа. В эту картину, как он сам говорил, он вложил немало души и сердца. Над экранизацией романа Толстого работали суперколосы мирового кинематографа. Продюсерами выступили именитые итальянцы Дина де Лаурентис и Карло Понти. Музыку написал неподражаемый Нина Ротто. На главные роли были приглашены величайшие актеры современности. Генри Фонде сыграл Пьера Безухова, а муж Одриха Берр Мелферра исполнил роль Андрея Балконского. Сказала ли вам мама, о чем я говорил ей? Тут не о чем говорить. Сказала ли она, что это не может быть раньше, чем через год? Простите меня, но вы так молоды, я хочу, чтобы вы проверили себя. Я уже проверила. Год не столь долгий срок, но вы будете свободны, если вы за этот год убедитесь, что не любите меня или полюбите другого. Не говорите так. Никогда больше так не говорите. Гонорар Одриха Берр был самым высоким, который когда-либо получала актриса до этого времени. За 12 съемочных недель ей выплатили 350 тысяч долларов. На повседневные расходы 500 долларов в неделю и 27,5 тысяч за каждую неделю работы сверх съемочного плана. Ей предоставлялся автомобиль с шофером на 24 часа в сутки на весь период съемок. Ее одобрения должны были получить сценарий, актерский состав, оператор и гримеры. Когда Одриха Берн сообщили о ее рекордном гонораре, она скромно сказала своему агенту, «Пожалуйста, никому не говорите об этом. Я не стою этого». Из-за 12-часового рабочего дня и проблем со здоровьем, позже Одри призналась, что роль Наташи Ростовой была самой сложной в ее жизни. Одриха Берн обнаружила удивительную чуткость в понимании русской классики. Она была естественна, очаровательна, лирична. Очень многим при упоминании о Наташи Ростовой всегда будет видеться хрупкая, воздушная Одриха Берн, а не инфантильная Людмила Савельевна. Кстати, несмотря на звездность состава, зрелищность и масштабность, фильм «Кинговидера» не снизкал успеха у американской и западноевропейской публики. Зато в Советском Союзе он был очень популярным, спровоцировав экранизацию романа Сергеем Бондарчуком, которая впоследствии получила «Оскар». В такую ночь мне хочется обхватить себя руками как можно крепче и полететь. Угомонись, ты упадешь. Хорошо. Но мне обидно ложиться спать в такую ночь. Будто слушаешь прекрасную музыку и знаешь, что следующая песня, или песня после нее, будет самой красивой песней в твоей жизни. Но тебя уводят, и ты уже никогда ее не услышишь. Вскоре Одриха Берн предстояло попробовать свои силы в новом жанре. Кинокомпания «Парамаунт» купила права на экранизацию мюзикла «Джоржа и Айры Гершвин. Забавная мордашка». Я приношу заказ, и на меня нападает целая толпа сумасшедших. Хватит с меня. Я не хочу отрезать волосы. И мне не нужны тени. У меня и так красивые глаза. И мне не нужен накрашенный рот. В нем нет никакой функциональной пользы. Я ухожу. И если кто-нибудь попытается остановить меня, он точно лишится всех своих волос. Она будет моя. И Одри всегда высоко ценила эту дружбу. Фред Астер и Одри Хэпберт пели в фильме сами, что придавало гершвиновским напевам особую теплоту и задушевность. Испытание мюзиклом Одри выдержала достойно. Ты сделала мою жизнь такой прекрасной. И я летаю на крыльях любви. И я летаю на крыльях любви. С легендарным Гарри Купером. Одри играла молодую девушку, влюбленную в героя Купера, уставшего от жизни, постаревшего плейбоя. Спасибо, миссия Флэнген. Счастливого пути. Агата. Анжела. Как бы вас не звали, мне жаль, что у нас был только один вечер. Вам не жаль. Зачем все затягивать? Сцены, слезы, сопли. А так все было просто безупречно. После фильмов «История монахини» и «Непрощенная» нью-йоркские критики, киноэльмонах «Фильм Дейли» и жюри фестиваля в Сан-Себастьяне признали Одри лучшей актрисой года. Она вновь получила номинацию на Оскар. Одри Хэберн стала одной из самых дорогих звезд мирового кино. Но рецензенты отмечали, что эта хрупкая девушка с обворожительной улыбкой бесспорно обладает тем, что именуют классом и что включает в себя благородство, чистоту и достоинство. По словам ее биографа Йена Вудварда, мужчины-критики писали ей любовные письма вместо рецензии. Фрэнк Синатра называл ее принцессой, а Хэмфри Богорд – феей. Своим стилем и романтическим обликом Одри Хэберн перевернула представление об эталоне женской красоты 50-60-х годов 20-го столетия. Слава и популярность Одри Хэберн были настолько огромной, что даровали ей пьедестал кинобогини. Каждый фильм с ее участием превращался в настоящее событие. Женщины следили за изменяющимися формами ее причесок, подкрашивали глаза так, чтобы они казались приподнятыми к вискам, копировали фасоны ее платьев, ее стиль. Ювелирная компания Тиффани стала всемирно известна лишь только потому, что Одри сыграла в романтической комедии по повести Трумэна Капота «Завтрак у Тиффани», появившись там в маленьком черном платье с роскошной бриллиантовой диадемой волоса, сочетание которых до сих пор является классикой стиля. Эта роль, по признанию самой Хаберн, стала самой яркой работой в ее карьере. «Завтрак у Тиффани» относится к той категории фильмов, которые нужно обязательно посмотреть. Он весь состоит из разных мелочей, которые дают зрителю ощущение жизни на экране. Одри привнесла в картину свой блеск и неповторимый шарм, элегантность, хрупкость и непосредственность. Ее живость, которую она наградила свою героиню, не дает фильму стареть. Он сделан в начале 60-х годов, и время отразилось в нем очень точно, в чем, конечно же, заслуга режиссера. Этот фильм стал первым большим успехом Блейка Эдвардса. С этого фильма началось творческое сотрудничество Эдвардса с композитором Генри Манчини. Манчини написал для картины, ставшую всемирно известной песнью «Лунная река», которую напевает Холли, сидя на окне своей квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok Киноальмонах фильм «Дейли» вновь признал Хэбберн лучшей актрисой года за роль в фильме «Завтрак у Тиффани». Одри вновь была среди соискателей на «Оскар», но на этот раз уступила его Софи Лорен. За роль в фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хэбберн получила 750 тысяч долларов, став самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Кэрри Грант и Одри Хэбберн – два человека, которые навсегда останутся в истории кинематографа символом идеальной пары. Фильм Шарада тому подтверждение. И то, что они встретились в этом фильме, было воплощением мечты любого зрителя. Недаром картина стала самой кассовой по тем временам. Кэрри Грант дважды пробовался на роли партнера Одри, но был забракован продюсерами из-за большой разницы в возрасте. А вы ко мне не зайдёте? Нет, не зайду. Да знаете ли, я не кусаюсь, если меня об этом не попросят. А вы любите, когда вас шлёпают? А вы любите, когда вас бьют по носу? Перестаньте обращаться со мной, как с ребёнком. А вы не ведите себя по-детски. Хотите мне о чём-то рассказать, расскажите. А если нет, то я устал, уже поздно, и мне ужасно хочется спать. Знаете, какой у вас недостаток? Нет. Какой? Никакого. В начале 60-х годов сбылась мечта Одри. Она стала матерью. Закончив съёмки в трёх картинах, она удалилась в Швейцарии и посвятила себя заботам о сыне. Но отказаться от предложения сыграть в мюзикле по Бернарду Шоу «Моя прекрасная леди» она не смогла. «Нет ни одной другой роли, которую я так хотела бы сыграть», скажет впоследствии Одри. «Я танцевать хочу. Я танцевать хочу. До самого утра. Как будто два крыла природа мне дала. Пришла моя пора. Как объяснить вам, что со мной творится? И от чего пропал весь сон? От счастья без ума. Не верю я сама, что танцевал со мною он. Нью-Йорк Таймс писала, «Мисс Хэббёрн обладает уникальной чуткостью и феноменальным комическим актёрским даром, необходимым для такой роли. Она поразительно прекрасна и забавна в остро-сатирической сцене в Аскоте, спокойна и благородна на балу в посольстве и невероятно трогательна в последних сценах, где ей так хочется настоящей любви. Фильм приобрёл мировую славу, получил все премии, какие только возможны. А сама Одри была награждена за лучшую женскую роль в Италии и Франции, а также премии «Золотой глобус». «Моя прекрасная леди» – один из лучших американских мюзиклов 60-х годов. Он имел большой успех и в нашей стране. Одри снова встретилась с режиссёром Уильямом. Вайлером в Париже в 66-м на съёмках фильма «Как украсть миллион». Эта картина пользовалась невероятным успехом у зрителей во всём мире, в том числе и в Советском Союзе. Её партнёром стал брутальный британец Питер Отул. Италии «Золотой глобус». Италии «Золотой глобус» «Золотой глобус» Что-то у вас появилось новое. » «Вы хотите взять большой приз?» «Что?» «Вас интересует крупное дело?» Понял. Вы имеете в виду... Ограбление? Так о чем речь, крышка? Это будет трудно. Хорошо, считайте, я в игре. Следующей работой Одри стала картина сцен Лидонана «Двое в дороге». Эта лента полная противоположна всем предыдущим работам актрисы. В большинстве картин Одри играла влюбленных девушек, которые смотрят на мир через розовые очки. Фильм «Двое на дороге» был о трудностях брака, которые наступают после эйфории. Для Хэбберн это была новая актерская грань. Сама Одри больше всего любила сцену, когда ее героиня возвращается к герою Альберта Финни после того, как бросила его. В этой сцене раскрылся невероятный талант драматической актрисы. Я... я вел себя глупо. Так глупо. Мы оба. Нет, на самом деле я. Всегда я. Прости меня, пожалуйста. Давай все забудем. Мы можем забыть. Ты можешь? Могу. Я так рад, что ты вернулась. Все остальное не имеет никакого значения. Я вернулась. Не менее яркой и запоминающейся стала роль слепой девушки в психологическом триллере Теренса Янга «Дожди с темноты». Одри в пятый и в последний раз в жизни была представлена к премиям «Оскар и золотой глобус». О, Господи! Боже! 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 Не может быть. Слышишь? Сэм! Сэм! Последней работой актрисы в кино стала картина Стивена Спилберга «Всегда», в которой Одри сыграла эпизодическую роль ангела. Больше она в кино не снималась. Спустя четыре года актриса ушла из жизни в возрасте 63 лет. В 93-м году Американская киноакадемия посмертно вручила Одрихе Бёрн гуманитарную премию имени Жанна Хершолта за ее помощь человечеству. Когда Одрихе Бёрн умирала, рядом с ней были все мужчины, которые ее любили. Оба сына. От первого брака с Мэлом Феррером и от второго с Андреа Дотти. Оба мужа. Мужчина, который был с ней рядом последние годы жизни. Роберт Уолдер и близкий друг Юбер Жванши. Она сказала им, что счастлива. После смерти Одри еще один давний друг Грегори Пэк скажет. Нет никаких сомнений. Принцесса все-таки стала королевой. И не только на экране. Ваше Высочество, какой из городов Европы запомнился вам больше всего? Каждый по-своему хорош. Я видела много городов. Каждый по-своему был незабываем, и мне трудно. Рим. И только Рим. Я буду хранить в памяти этот визит в вечный город до конца своих дней. Мир был уверен. Она самая настоящая принцесса, на неделю сбежавшая к нам из дворца. Потому что девушка такой неземной красоты и чистоты, с такими пленительными глазами, столь обворожительная и безмятежная, не может жить в соседнем дворе. И хотя Римские каникулы были не первым фильмом Одриха Бёрд, все безоговорочно поверили, что она самая настоящая принцесса. И не нужно было никаких горошин, чтобы в этом убедиться. А на сегодня все. Я желаю вам приятного просмотра. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»